Здравствуйте, Галина Петровна. Доброе утро. Вот и я. Тяжело вам было нести? Нет, нет, ничего. Идите, пойдемте. Два раза в неделю Антонину Коробу встречают в этом доме как самого желанного гостя. Ее подопечная Галина Петровна Петухова живет совершенно одна. За свою жизнь пережила многое. Фашистский концлагерь, смерть близких. Обратилась за помощью сама, когда поняла, что в свои 80 с лишним уже со многим не справляется. Поэтому ждет сегодня соцработника как родного человека. Приносит продукты, записывает, что я заказываю на следующую неделю. Ну, и все делает по дому. Я другой раз скажу, да не надо уборку влажную. У меня чисто. Она говорит, нет, надо. У Антонины Коробовой, по ее словам, подопечных немного, шестеро. Но каждого нужно навестить дважды в неделю. Так что, в целом, рабочий день получается довольно плотным. Говорит, работа не простая, но даже не физически, а морально. Ведь клиенты – одинокие пожилые люди. Которым не столь важны, допустим, покупки, помощь какая-то. Сколько просто надо чисто поговорить, выговориться. И надо все это выслушать. То есть, выслушать надо не просто, как бы, ну, все равно проникаешься их проблемами. Ольга Степанова, директор Барнаульского комплексного центра соцобслуживания, говорит, список тех, кто может рассчитывать на помощь, не ограничивается пожилыми и одинокими. Обратиться могут и те, кто утратил частично или полностью способность себя обслуживать, кто оказался в трудной жизненной ситуации от инвалидности до насилия в семье. Говорит, далеко не всегда люди знают, что могут обратиться за помощью. Кто-то стесняется, а кто-то и не догадывается, что такое возможно. И зачастую нам звонят соседи, либо организации, в которых, которым тем или иным образом эта семья имеет отношение, например, школа, детский сад, и говорят, в этой семье не все в порядке. И тогда выходим мы и уже предлагаем свои услуги. Она говорит, это не значит, что мы принесем деньги или вещи, но помочь найти выход постараемся. Всего сегодня в Барнауле на дому обслуживают 375 пожилых людей, инвалидов, а также 86 семей с детьми-инвалидами. Их навещают и не заботятся 40 служащих. Все работают по многу лет и все женщины. В соцзащите шутят, наверное, потому что вынести груз чужих проблем способны лишь представительницы слабого пола. Илья Кочетков, Алексей Фризин. Наши новости.